Герои Торинота Она позволит выбрать одного из великого количества героев, сыграть в одно из восьми интереснейших приключений и погрузиться в атмосферу интересного мира Герои Торинота это кооперативная приключенческая игра, где вам нужно будет выбрать одного из героев и отправиться в приключения Миссии вас ждут самые невероятные, это и борьба с гоблинами, и раскрытие каких-то заговоров, и сражение с драконами, и даже, наверное, спасение самого Торинота Кто знает, миссии бывают разные Механика игры достаточно простая, и если говорить о ней вкратце, то игроки проходят раунд за рандом до тех пор, пока не достигнут условий победы или поражения А сам раунд состоит из четырех фаз, в которых участвуют все игроки Первая фаза это фаза героев, когда каждый из игроков берет карточку способностей и применяет ее, бросая кубы за себя и за противника, и достигая определенного количества успехов Действия, которые могут делать игроки, разные. Есть, например, действия атаки, чтобы ранить врага Есть действия поддержки, чтобы посаппортить другим персонажам Также есть разведка, для того, чтобы исследовать новые местности и открыть новые локации И также есть действия отдыха, чтобы восстановить определенное количество ран Второе это фаза врагов Тут уже все выжившие враги начинают на вас набрасываться, атаковать или наносить какие-то другие зловредные эффекты Третья фаза это фаза испытания, когда мы двигаем на планшете приключения наш небольшой маркер и происходят какие-то новые события А может и не происходят И четвертая это фаза похода Здесь вы можете оставить предыдущую локацию, если она уже исследованная, и пойти в другую Условия победы Они обычно указаны на самом планшете, и игра длится до тех пор, пока условия победы, ну или же поражения, не будут выполнены Не правда ли достаточно просто звучит? Ну что же, это были правила вкратце, а теперь приступим к правилам поподробнее Итак, подготовка к игре С чего же она у нас может начаться? Ну конечно же с выбора приключения Их в коробочке целых 8, они имеют разную степень сложности, всего их 3 И создатели коробочки рекомендуют вам взять приключение, которое называется нашествие гоблинов Именно его мы будем сейчас рассматривать в качестве примера Второе это сбор колоды врагов На самом планшете приключения у нас написано, в каком порядке мы должны расположить ту или иную стопку с врагами Например, рассмотрим нашествие гоблинов У нас там перечислено целых 2 стопки В первой стопке гоблины-лучники, гоблины-шаманы и стаи крыс А во второй бандиты, пещерные пауки и огры Что это значит? Это значит, что мы делаем одну стопку из лучников-шаманов и крыс И между собой эти карточки мы можем перемешать И они будут у нас располагаться сверху Потом мы берем другую стопку с бандитами, пауками, ограми Также между собой эти 3 вида карточек перемешиваем И эта стопка кладется у нас вниз То есть сверху у нас одна колода и снизу другая Грубо говоря, враги идут по степени и градации Далее колода локаций Тут все просто, тут так же как с колодой врагов На планшете приключений прописан порядок И именно в таком порядке мы и выкладываем наши карточки приключений А именно придорожный трактир, темный лес и лагерь разбойников Далее колода исследований Мы ее также собираем в соответствии с условиями планшета приключений Однако стоит упомянуть о том, что в этой колоде вы можете встретить Как предметы, полезные для себя Так и события, которые могут оказаться как полезными, так и не очень для ваших персонажей Далее карта злодея Имя злодея обычно указано в правом верхнем углу планшета приключения И вы просто берете эту карточку и выкладываете Далее подготавливаем планшет приключения и кладем жетон испытаний Для начала прочитайте красивым голосом текст про лога Чтобы узнать, что будет происходить в вашем приключении После этого переверните ваш планшет приключений И положите на трек испытаний жетон испытаний И после этого вокруг планшета выкладываются колоды врагов, локации и испытаний Далее мы выкладываем все необходимые жетоны в центр стола, чтобы каждый из игроков мог до них с удобством дотянуться. А именно, жетоны продвижения, жетоны ранений и жетоны успехов. И после этого начинается одно из самых интересных, это выбор героя. И выбор вам предстоит ответственный, потому что каждый из игроков может взять персонажа только из одного класса. То есть, допустим, двух магов в этой игре взять не получится. И после того, как вы определяете с классом, вы выбираете одного из трех персонажей, который принадлежит к этому классу. И после его выбора вы добираете уже карточки его способностей. Далее у нас идет выбор предводителя, а также раздаются карточки дополнительных ходов. Итак, предводитель, что он делает? Он принимает самые важные решения в этой игре, а также обычно он ходит всегда первым. А карточки дополнительных ходов выдаются только в том случае, если у нас будет два или три игрока в игре. В таком случае им будет дан дополнительный ход и очки жизни. И после этого у нас начинается появление врагов. Предводитель отряда достает одну из карт колода локаций. И в соответствии с указаниями на ней начинают выкладывать врагов. На карточке локации у нас изображено две цифры, красная и синяя. Красная — это показатель врагов в ближнем бою, а синяя — это показатель врагов в синевой области. И начиная с того игрока, который является у нас предводителем, мы начинаем брать себе столько врагов, сколько указано в ближнем бою. По одному. И когда у нас заканчиваются враги в ближнем бою, предводитель отряда выкладывает столько врагов, сколько указано в цифре теневой области. И раскладывает их под планшетом приключений. Итак, прежде чем начать игру, расскажу о достаточно важном понятии, такое как развернутая и повернутая карта. Развернутая карта — это карточка, которая расположена у нас вертикально, или текст удобно читается на ней. И в таком случае это значит, что карточку можно применить и использовать. Для того, чтобы ее использовать, вы заявляете ее активацию, переворачиваете на 90 градусов, и теперь у нас карточка считается повернутой, ее эффект сработал. Повернутая карточка считается карточкой, которую вы применять не можете. И для того, чтобы ее развернуть обратно, вам необходимо применить какой-то из карточек способностей, либо же применить какой-то эффект приключения или события. И, наконец-то, мы приступаем к рассмотрению фаз самого интересного. И первая фаза, я вам напомню, это фаза героя, как она у нас происходит. Начиная с предводителя отряда и по часовой стрелке, каждый выполняет какое-нибудь одно действие. Что у нас понимается под действием? Действие у нас написано на карточках ваших способностей, которые вы можете применять. Вы можете применить какую-то одну карточку, чтобы совершить ее действие. Действие бывает четырех типов. Это атака, это поддержка, это разведка, а также отдых. Вы выбираете карточку способностей, и после этого вам необходимо сделать бросок кубов, белых и черных. Белые кубики вы кидаете за себя, то есть за своего героя. Их количество обычно написано на самой карточке способности. И также вы кидаете черные кубики, их количество равно количеству врагов, которые состоят с вами в ближнем бою, и считаются развернутыми. Это важно. Один развернутый враг равняется одному черному кубику. Далее вы применяете эффекты, которые выпали на ваших кубах. На белых кубах есть три типа символов. Первое, это успех. Он дает вам один урон. Второе, это абсолютный успех. Он дает вам один урон, и помимо этого у вас есть возможность перебросить этот кубик и добавить себе результат нового значения. Перебрасывать, кстати, таким образом можно сколько угодно, пока у вас не перестанет выпадать этот символ. И третий, это щиток. Он нужен для того, чтобы сократить урон от ваших врагов. Теперь символы, которые выпадают на черных кубиках. На черных кубиках может выпасть два символа. Если там выпадает ответный удар, то вы выбираете одного из врагов, который находится с вами в ближнем бою и считается развернутым. И он наносит вам столько урона, сколько у него написано в показателе урона. Если таких врагов несколько, то вы выбираете того врага, у которого значение атаки больше. И в этом случае вам пригодится значок щита, который у вас выпал. Один значок щита убирает одну нанесенную вам рану. Также есть значок угрозы. Вы применяете угрозу, которая прописана либо на карточке вашего злодея, либо на планшете приключения. Применяйте вы все угрозы эффекта. И далее вы проверяете исход боя. Если какие-то враги были повержены, то вы убираете их с поля. Если какие-то герои были повержены, то все непобежденные враги возвращаются в тень, а карточка героя переворачивается и убирается. И теперь пройдемся по действиям, которые предоставляют нам карточки способностей. Итак, первое действие это атака. Вы выбираете одного врага в ближнем бою и, кидая кубы, наносите ему урон. Если у врага прописана его стойкость, то из урона, который вы ему наносите, вы вычитаете указанное показание. Некоторые эффекты позволяют вам выбрать несколько врагов. В таком случае после броска на урон вы распределяете количество ран разным врагам. Если же вы применяете дальнюю атаку, атака и есть на карточках, то вы можете выбрать вашей целью любого врага, находящегося в ближнем бою с вами, с вашим товарищем, либо же того, кто находится в зоне тени. Однако, если вы выбираете того, кто находится в тени, после нанесения урона его карточка с лицевой стороны вниз переворачивается лицевой стороной вверх. Следующее действие это разведка. С помощью нее вы можете исследовать новые локации, а также исследовать те локации, в которых вы сейчас находитесь. Для того, чтобы перейти в новую локацию, вам необходимо положить столько жетонов продвижения, сколько указано на показателе исследования. Как только вы достигаете нужного количества жетонов, то в фазу похода вы можете отправиться в новую локацию. Следующее действие, которое вы можете сделать, это отдых. Один успех равняется одной вылеченной вами ранее. И последнее действие, которое вы можете сделать, это поддержка. С помощью нее вы можете помогать другим игрокам. Прежде чем использовать данную карточку, вы выбираете, кто будет целью вашей поддержки, и после этого бросаете кубы. Сколько кубов кинулись, столько жетонов успеха будет у этого игрока дополнительно. Максимум у одного героя может быть 5 жетонов успеха. С помощью таких жетонов успеха мы можем добавлять больше урона к нашим броскам атаки и добавлять просто один успех к нашим другим проверкам. Прежде чем вы бросаете кубик на какую-либо из проверок, вы говорите о том, что вы тратите жетон успеха, и после броска добавляете себе плюс один обычный успех. Также важно помнить, что когда вы применяете жетоны успеха, вы можете потратить не более двух заход. Вторая фаза, это фаза врагов. Тут уже все карточки развернутых врагов начинают наносить урон, атаковать, или же делать какие-то иные неприятные действия каждому из ваших героев. Начиная с предварителя отряда и по часовой стрелке, враги начинают активироваться и бить ваших героев. После того, как враг совершит свою атаку, он поворачивается и в этом ходу уже больше атаковать не может. Есть определенные правила выбора врага в ближнем бою. Этот враг, во-первых, как мы уже поняли, должен быть в развернутом состоянии, то есть его текст читается весьма удобно и горизонтально. Если такого врага в ближнем бою вы не находите, то вы деретесь с врагом из области тени. Вы разворачиваете его карточку лицевой стороны вниз и разыгрываете те действия, которые указаны у него на карте. Если карт врагов, которая соответствует этим условиям, не осталась, то вы ни с кем не деретесь. Как у нас происходит розыгрыш карт врагов? Все довольно-таки просто. В центре карточки врага прописано, какие действия он совершает, когда атакует нашего персонажа. Это может быть отступление, нападение, проклятие, насылание какого-нибудь эффекта на персонажа и так далее. Обычно жертвой данного врага является тот герой, с которым в ближнем бою он находится, если не указано иного. Если же враг находится в области тени и он атакует, то он атакует того персонажа, который сейчас является действующим, то есть тот, чей ход сейчас идет. Итак, основные ключевые слова, которые есть у нас на карточках врагов, которые могут нам встретиться. Прорыв. Враг вступает в ближний бой с действующим героем. Это не является атакой. Это значит, что злодей подходит к вашему герою в ближний бой. Далее отступление. Враг отходит в область тени, опять же лицевой стороной вверх. И третье, что мы можем встретить среди основных слов, это нападение. Герои в ближнем бою с врагом получают раны. Также у наших врагов могут быть какие-то пассивные способности. Итак, конец фазы врагов наступает тогда, когда у нас все враги походили и являются повернутыми. И после этого мы можем переходить к фазе испытаний. Третья фаза, это фаза испытания. Жетон испытаний перемещается вправо на одно деление на планшете приключений. И дальше у нас применяется эффект испытания, который написан на планшете. Если мы переходим в серую зону, то ничего не происходит. А если мы переходим в цветную, то происходит какое-то событие. И четвертое, это фаза похода. Если вы полностью исследовали вашу локацию, вы можете перейти к новой. Для того, чтобы перейти к новой локации, вам необходимо скинуть старую. Это делает предводитель отряда. И также помимо самой карты локации, он скидывает карточки врагов, которые находились в области тени. И после этого он выкладывает карточку с новой локацией и также выкладывает столько врагов, сколько указано на ней. И далее у нас идет конец раунда. Срабатывают все эффекты, которые должны были сработать в конце раунда. И после этого наступает новый. Конец игры, это когда у нас выполнены все условия, которые написаны на планшете. Условия победы или же условия поражения. Увы. И давайте расскажу еще про те карточки, которые я не упомянула. Первая это карточки состояния. Их всего есть три типа. Это отравление, ослабление и концентрация. Когда на вас применяется какой-либо из эффектов, вы кладете карточку рядом с карточкой вашего персонажа. И данный эффект будет действовать до тех пор, пока вы его не сбросите. Следующее, о чем я вам расскажу, это про развитие героев. Дело в том, что я уже говорила о том, что у нас в игре есть большое количество классов. И вы можете начать простым воином, целителем, магом или разведчиком. Но это не значит, что вы останетесь тем же простым магом или воином к концу игры. Вы можете развиться в кого-то более нового и интересного, когда проходите различные испытания в вашем приключении. Например, обычный воин может стать рыцарем или маг может стать магом рун. По прошествии приключения вы можете улучшать свои карточки способностей. Как только вы улучшаете какой-либо из карточек способностей, вы получаете на ваш выбор новую карту, которая заменяет предыдущую. И если вы уже выбрали специализацию, к примеру, мага рун, то последующие улучшения тоже должны быть из этой же специализации. Также игра подразумевает наличие одиночного режима. Тут все достаточно просто. Вы берете и играете за двоих игроков. По режиму два игрока. Герои Торинота это интересная приключенческая игра, в которую, мне кажется, можно играть не один час. Так что, если вы хотите подраться с гоблинами или предотвратить какие-то нашествия драконов, или же спасти сам Торинот, то welcome, эта игра для вас. И скоро ждите наш летсплей на эту игру. Я уверена, что мы сыграем в одну из какой-нибудь миссий. Я думаю, что это будет не стартовая, скорее всего, миссия, чтобы было поинтересней, посложнее, чтобы мы пострадали. А если вы хотите это увидеть, то пишите в комментариях, какую миссию нам стоит выбрать для того, чтобы сыграть. И с вами была Маша, канал The Station. И всем пока!